Творчество этого актера можно разделить на два периода, каждый из которых принес ему немалую популярность. В советское время Шевельков прославился еще юношей, сыграв главную роль в драматической ленте о жизни подростков «В моей смерти прошу винить Клавука», а после выхода в прокат таких фильмов, как «Гардемарины», «Вперед!». Время, ха, и «Сердце трех» приобрел широчайшую известность. Тем не менее, в 1992 году, находясь на пике популярности, актер исчез с экранов и поменял направление своей деятельности. Он занялся рекламным бизнесом, организовав компанию «Продакшн-центр», снимавшую рекламные ролики, а с 1997 года начал сам снимать фильмы и сериалы. Но как оказалось, Владимир не навсегда ушел из кино, и спустя 12 лет начался второй период его актерской активности. Возвращение Шевелькова можно назвать триумфальным, так как он появился в популярном сериале «Опера» «Хроники убойного отдела», где сыграл одну из главных ролей оперативника Павла Иконникова. Эта роль показала, что Владимир по-прежнему остается талантливым актером. Тем не менее, он не ушел с головой в съемки, а стал примерно раз в год появляться в новых проектах, так как продолжал заниматься режиссурой, а также начал сотрудничать с телевидением, где был ведущим некоторых программ, в том числе и передачей «Петербургские встречи», которая выходила на канале «Россия.Культура». Стоит заметить, что уход актера из кино в конце 90-х долго будоражил общественность, и со временем он объяснил, что поступил так, присытившись актерством, и испугавшись той славы и узнаваемости, которые просто вторглись в его жизни и длились в период от его 18 до 30 лет. Ему захотелось уединиться и перестать быть узнаваемым. Кстати, обрушившаяся на актера слава, повлияла и на его личную жизнь. Вокруг него постоянно велись поклонницы, и как потом говорил он сам, особо никому не отказывал, довольствуясь отношениями, сиюминутками, не пуская никого в душу. К 30 годам Шевельков настолько присытился такими отношениями, что уже не хотел никаких мимолетных влюбленностей, а стал задумываться о том, что ему нужна такая женщина, которой можно себя полностью отдать и быть уверенным в том, что это надолго и всерьез. И именно в этот непростой жизненный период Владимир встретил Ирину, и к своему удивлению почувствовал, это она. Он радикально изменил свою жизнь, из которой напрочь исчезла свободная любовь, уступив место семейным отношениям. На момент их знакомства Ирине, которая училась в УЗИ и работала манекенщицей, было 19 лет. Как вспоминает Владимир, сначала она привлекла его своей яркой красотой, но очень скоро он понял, что покорен не только ее внешностью, но также прекрасным характером и человеческими качествами, интеллектом и умом, чувством стиля и безупречным вкусом. Через три года они поженились, затем обзавелись двумя детьми, сыном Андреем и дочерью Александрой, после чего Ирина ушла с работы, став домохозяйкой, причем идеальной, а Владимир, наконец, осознал, что он глава счастливого семейства. А что вы думаете об этой актере, и нравятся ли вам фильмы с его участием? Понравилась статья? Нажмите палец вверх и подпишитесь на канал. У нас интересно? Продолжение следует...